Оренбург готовится к масштабной премьере. В Театре музыкальной комедии будет поставлен мюзикл «Голубая камея» Кима Брейдбурга, автора огромного количества эстрадных хитов и продюсера нескольких музыкальных шоу от народного артиста до битвы хоров. Премьера спектакля состоится уже в конце года. Настоящей сенсацией стала новость о том, что главные роли сыграют артисты из народа. Авторы проекта объявили специальный кастинг, чтобы найти в Оренбурге новую звезду мюзикла. Мы приглашаем людей, порой, как мы их называем, с улицы. Мы ищем очень яркие, очень талантливые кадры. В прошлом выпуске народного мюзикла из нескольких претендентов продюсерская группа выбрала троих исполнителей, чьи кандидатуры будут обсуждаться в финальной передаче. Это Татьяна Кузнецова, Денис Дрючин и Анастасия Панина. Сегодня перед звездным жюри предстанут новые кандидаты на роли в мюзикле. И, возможно, этот кастинг изменит чью-то судьбу. Многие ребята, которые пришли с кастинга, они попали в труппу театра. Они начали заниматься этим профессионально. Именно для того, чтобы в конечном итоге стать настоящим артистом, выйти на профессиональную сцену, а не остаться теми любителями, которыми они были до этого. Среди профессиональных актеров театра музыкальной комедии проводится собственный кастинг. Для любого из них участие в спектакле – это возможность выйти на новый уровень. Ведь, как известно, мюзикл «Голубая камея» с огромным успехом идет в Минске, Красноярске, Уфе и Нижнем Новгороде. Некоторые люди в те города, где он идет, приходят по 10-12 раз просто. Поэтому мне надеется, что такого спектакля в Оренбурге не было. И по бюджету, и по качеству. Потому что подтянута команда, на мой взгляд, одна из ведущих команд, которые в России создают подобного рода работы. Либретто-мюзикл создал поэт-песенник и драматург Каренко Валериан. Автор более 700 популярных песен, написанных на разных языках, которые сегодня звучат в исполнении группы «Браво» Валерия Леонтьева, Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Димы Билана и других звезд эстрады. Каренко Валериан – абсолютный рекордсмен Евровидения по числу наград. В разные годы он представлял на конкурсе Россию, Армению, Украину, Грузию и Беларусь. Действие мюзикла разворачивается в эпоху правления Екатерины Великой, через некоторое время после Пугачевского бунта, происходившего в Оренбургской губернии. По сюжету Екатерина узнает о том, что некто Елизавета Тараканова объявила себя претенденткой на российский престол. Помня о недавнем восстании, которое также началось с появления фальшивого наследника, императрица посылает своего верного слугу графа Орлова в Италию с приказанием доставить самозванку ко двору. Граф решает действовать не силой, а хитростью и затевает любовную интригу. Ему удается заполучить сердце прекрасной княжны, но при этом он и сам влюбляется в Елизавету. История, рассказанная в мюзикле, это романтическая легенда о любви и ненависти, дружбе и коварстве, верности и предательстве. После всех испытаний, выпавших на долю главных героев, их ожидает счастливый финал. Не все участники кастинга услышат финальные аплодисменты в свой адрес. Лишь самых способных из них ожидают роли в мюзикле. Но возможность выступить перед титулованным жюри – это важное событие. Ожидая своей очереди, одни пытаются справиться с волнением, а другие рвутся в бой. В этот мюзикл, да, я очень сильно хочу попасть, очень сильно, потому что я сам ходящий мюзикл, и я хочу быть в этом мюзикле. Да у меня получится, думаю, никто не будет о меня ругаться, если я выйду вот так вот, как дипломат, так с текстом, буду это читать. А вопрос, а с нотами как? Интонирование, чистое интонирование. Но я не попал. Да, промокнулся. Стать звездой во что бы то ни стало. Чтобы произвести впечатление на жюри, претенденты не только пускают вход красноречия, но и выходят на сцену с музыкальными инструментами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не замечая, но я к вам пришла, простите, потому что только вас люблю. А теперь с экспрессией. Дальше. Вы хотя бы раз, всего лишь раз, на миг забудьте об оркестре. А еще больше. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнайте вы, маэстера. Отойди, не стой так близко, тени лжи, глаза таят. Я ухожу из зоны риска, у твоих желаний острые края. Спасибо. Вот очень яркий пример для предыдущих людей, кому мы ставили в укор, что нет артистизма, нету темперамента. Есть. Просто не все идеально вокально, то есть надо там как-то корректировать это, заниматься. Но, во всяком случае, эмоциональность, музыкальность есть. И за это вам спасибо. И вам спасибо. Да, мне очень понравилось, очень интересные, яркие люди. И я хотела получить именно оценку опытных людей, профессионалов. Мне приснилось небо Лондона, В нем приснился долгий поцелуй, Мы летели вовсе не держась, Кто же из нас первый упадет? Это музыкант. Музыкант, музыкант, музыкант. Надо завязывать с музыкой. Ой, какая прелесть. Две книжные таракановые. Музыкант, музыкант. Ну просто есть такие моменты, основополагающие, как чистая интонация, то есть вот в этом смысле здесь не все хорошо получилось. У церкви стояла карета, там пышная свадьба была, все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Обычно на паперти такую исполняют или в подземных переходах, когда деньги бросают в шапку. На кастинг приходят музыканты с разным уровнем подготовки. Кто-то шел к этому долго и осознанно, а для кого-то участие в кастинге – случайность. С другом ехал в автобусе, он мне так мелько высказал об этом, стало интересно. И решил попробоваться. Вы знаете, иногда вот люди выходят, и от них вот есть такая какая-то вот аура хорошая. Вы вышли, вы сразу накрыли вот этим свою энергетику. Вы очень какой-то, видимо, позитивный, хороший человек. И поете вы выразительно, чувствуется, что вы музыкальный. А у тебя баритон, да, в хоре ты поешь где? В басах, наверное? Все подряд. Тенор, бас, баритон. Нифига себе, универсальный это какой. А вот из сегодняшнего эстрадной какой-то репертуар есть? Есть. Молодец. Дай мне тепло твоих ладоней, верь мне, мы боль и смерть прогоним, встанем спиною к спине, и нам будет легче вдвойне. Ну хорошо, спасибо большое. Мы подумаем. Мы подумаем. Хорошо, можно нам подумать. О том, кому из оренбургских исполнителей предстоит воплощать образы княжны Таракановой и графа Орлова, мы узнаем в заключительном выпуске Народного мюзикла. А по итогам сегодняшней программы в финал выходят двое участников. Это Артем Глухов и Инна Косарева. В следующей передаче вы встретитесь с новыми претендентами на роли в мюзикле «Голубая камея». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова